Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы собираете семантическое ядро либо в первый раз, либо у вас это не получалось. В этом видео я постараюсь собрать самые популярные ошибки, с которыми сталкиваются при сборе семантического ядра. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SeoQuick. Поехали! Семантическое ядро – это группа запросов, которая распределена по определенному принципу. Ключевой принцип распределения семантического ядра, конечно же, это разбивка запросов по страницам, где каждой группе соответствует отдельная страница. И хорошее семантическое ядро включает в себя все релевантные страницы и, соответственно, все релевантные запросы этим страницам. То есть вы можете собрать кластер, у которого не будет идея создания полезных страниц, поэтому он вам, возможно, будет не нужен. Но также вы можете найти вроде бы запросы, которые будут релевантны вроде бы страницы, но на самом деле не будут ей подходить. Или же наоборот, вы соберете семантическое ядро, которое будет слишком маленьким и не учитывать большинство запросов. Как здесь быть? И сейчас мы пройдемся по самым популярным ошибкам, которые часто делали мои джуны, сам я допускал. Ну и я, конечно же, изучая семантические ядра конкурентов, которые делали другие мои коллеги, я, конечно же, нащупал огромное количество ошибок. Первая же ошибка, с которой мы сталкиваемся, это то, что все семантическое ядро собирается при помощи какого-то одного сервиса. И если вы собираете по узкой тематике запросы, где трафик невысок, вы можете пропустить огромное количество запросов. Также существуют другие поисковые системы, если мы говорим про США, это может быть и Bing, и Yahoo, где точно так же можно найти уникальные запросы, которые популярны только там. Например, почему? Потому что по-другому генерируются сервисы подсказок. Также мы переходим к тому, что вы можете собирать подсказки, которые формирует поисковая система, которые пользователи по факту даже не набирают, они в выпадающем меню выпадают и пользователи на них нажимают. Эти подсказки генерируются поисковой системой, и они фактически являются уникальными, потому что иногда словесно они не похожи на привычное предложение, которое вбил человек, могут выглядеть как суррогатный запрос. В этом случае такие подсказки нужно тоже собирать и уметь их собирать, и для этих целей иметь соответствующий инструментарий для сбора. Поэтому всегда уделяйте внимание другим способам сбора ключевых слов. Также мы знаем, что более 30% запросов за год являются новыми, которые никто никогда до этого не запрашивал. И для сбора семантики, конечно же, неплохо использовать постоянное ее обновление. Ну и, конечно же, стоит понимать, что каждый раз какой-нибудь новый по парсингу и сбору ключевых слов может оказаться востребованным, потому что он по-другому подходит к базе, а не собирает ее из других источников. Поэтому при сборе семантики используйте разные каналы получения ключевых слов. Ошибка номер два, с которой сталкиваются семантисты, которые ее собирают, это полное игнорирование выдачи в вашем регионе, в котором вы ее собираете. У вас есть определенная целевая аудитория, на которой вы планируете крутить свой сайт. Конечно же, вы можете его крутить контекстной рекламой, развивать его по SEO, но самое главное, у вас есть конкретная география, где планируете продвигать конкретные страницы. И для этих целей вам, для этой конкретной географии, неплохо было бы собирать ключевые слова. Если же вы работаете по гигантской географии, например, на весь мир, выберите самый густонаселенный город, по которому вы будете точно уверены, где находится ваша клиентура. Обращаю внимание, что сбор выдачи это действительно очень важный процесс, потому что он позволяет ответить на следующий вопрос и следующую популярную ошибку. Но зачем нам нужно собирать выдачу? Благодаря выдаче вы можете четко понять, к какому кластеру будет относиться то или иное ключевое слово. Ведь самый простой способ кластеризации, это кластеризация по выдаче. И при помощи кластеризации по выдаче, вы можете создать сразу удачные кластеры, которые дать фактически на разработку уже для написания контента. И поэтому ключевая ошибка, конечно же, это неумение работать с поисковой выдачей. Следующая ошибка, с которой сталкиваются семантисты, это конечно же при использовании поисковой выдачи, это неправильная группировка. Да, здесь тоже можно ошибиться. Ведь в зависимости от того, какие вы сделали настройки по сегментации по поисковой выдаче, будь то пересечение или объединение, выбрали там размер условий, по которым вы будете собирать кластер, там совпадение до двух вариантов, до трех вариантов, до четырех вариантов, у вас будут каждый раз получаться разные группы. Но ведь это неправильно. На самом деле, да, вы же хотите получать готовый вариант. Вот у нас есть ключи, вот у нас есть выдача, вот у нас есть сразу готовое семантическое ядро. Мы хотим, как говорится, взять, вложить все это в одну воронку и забрать готовый результат. На самом деле, не стоит забывать, что не все так просто. Иногда в выдаче могут у вас получиться либо слишком много маленьких групп, либо, например, не связанные запросы могут указаться в одной группе, если вы будете пользоваться какими-то платными кластеризаторами, которые работают через кластеризацию по выдаче. Как минимум, таких несколько. Я знаю, это, во-первых, умеет делать K-коллектор по умолчанию, если вы умеете кластеризовать по выдаче, вы можете посмотреть, как я это делаю, в нашем курсе. Ссылочка на курс, напоминаю, находится в описании и промокод на покупку. Поэтому, если вы работаете как раз вот с поисковой выдачей, вы можете столкнуться с тем, что либо у вас получаются группы слишком мелкие, либо группы слишком крупные, в которые попадает слишком много слов. Баланс поиска правильных настроек для кластеризации, это действительно сложно. И вот здесь вы должны найти тот вариант, когда вам приходится меньше тратить времени на объединение получившихся групп. Простой способ, конечно, это действительно разбить чуть-чуть помельче и мелкие группы просто склеить, где они слишком похожи друг на друга. Чем, конечно же, разбить на большие группы и потом пытаться их разделять. Но многие семантисты игнорируют выдачу и разбивают по семантике. И допускает, как говорится, у нас уже четвертую ошибку. Четвертая ошибка заключается в том, что они делают по принципу одна группа одно ключевое слово. Иногда это может привести до абсурда и у вас получаются стулья и стульчики в разных группах. Да, это, конечно, назвал самый абсурдный вариант, но часто бывают и похожие варианты, когда я видел семантики, когда разбивали вообще идентичные группы между собой. Почему так происходит? Механистический подход при кластеризации и непонимание синонимов в бизнесе. Если вы не понимаете синонимы, то вы, получается, наплодите гигантское количество страниц, которые являются фактически копиями друг друга. И такую семантику придется потом переделывать, ведь с ней работать будет попросту невозможно. Поэтому выбор одного слова для сегментации по группе применимо разве что в контекстной рекламе. Там этот метод работает. Ведь под каждое слово вы делаете свою версию объявления. И таким образом вам действительно удобнее работать с контекстной рекламой, где вам нужно под каждую версию одного и того же слова сделать отдельное объявление. Но в SEO мы же разбиваем не по принципу объявлений, а по принципу страниц. Так как наша задача делать, чтобы в каждой группе были все ключи одной страницы, то этот метод не подходит. Еще видел такие семантики, когда собирают только высокочастотку. Собирают все высокочастотные слова, их там получается там по пять, по шесть слов на страничку и на этом все. И собственно заказчику говорят, ну вот мы собрали под ваши все страницы семантику и в общем на этом все. Стоит вбить любой запрос потом в итоге в тот же AdWords, мы находим кучу слов, которые они предлагают и они в основном все носят низкочастотные. А если, например, собираем через Ubersuggest подсказочки или через Serpstat, которые очень люблю, собираем вопросы, мы находим гигантское количество слов получается для одного кластера, который надо сидеть еще и разбивать. То есть ориентация на высокочастотные слова на самом деле она может быть интересна для контекстной рекламы, где мы целимся в точные вхождения этих слов и наша задача действительно вот по этим словам ловить лиды и ловить продажи или для построения анкоров. Это может действительно работать, когда ваша задача анкорами правильно покачать нужные запросы через внутреннюю перелинковку или через внешние анкоры, неважно. Но для сбора семантики ваша задача действительно покрыть контент и дать четкое задание копирайтеру, что должно быть в контенте. Напоминаю, кто такой копирайтер. Копирайтер это человек, который пишет профессиональные тексты рекламного характера для вашего контента, для вашего сайта. Он заполняет ваш сайт текстом рекламного характера, рекламно-коммерческого характера, обязательно ориентированный для того, чтобы пользователь получил информацию о ваших товарах и услугах. Информация может носить чисто сугубо коммерческий характер, либо информационный, ну конечно же с коммерческим оттенком. Напоминаю, чем копирайтер отличается от обычного автора. Автор, задача просто писать контент. Ему не важно продажа, ему важно там удержание может быть, ему важно, чтобы вы читали, лайкали, комментировали. Но копирайтера задача сделать так, чтобы контент был максимально полезен платежеспособной целевой аудитории. Поэтому правильная семантика и нужна для того, чтобы он понимал, какие запросы ему нужно учесть. Как следствие ошибки ориентация только на высокочастотку, это игнорирование длиннохвостных запросов или длинных запросов, как мы их любим называть у нас в Рунете. Длинные запросы это запросы, которые состоят там из пяти, семи, восьми и более слов. Следует помнить, что именно такие запросы даже кей коллектор не умеет собирать. Их приходится собирать вручную. На помощь приходит серпстат. При помощи серпстата можно действительно найти гигантское количество запросов, которые имеют длинный хвост. Второй способ, который позволяет найти длиннохвостные запросы, это конечно же серч консоль. Ваша собственная серч консоль может содержать эти запросы. Для этих целей воспользуйтесь формулой подсчета пробелов. Формулу я оставлю в описании. И при помощи этой формулы подсчета пробелов найдите все слова, где количество пробелов больше шести. Это значит семь слов и больше. Такие слова однозначно будут интересны для того, чтобы прорабатывать их в семантике. У этих слов ни один сервис не покажет нормальный трафик. И реальный трафик вы сможете увидеть только в серч консоли, в которых вы увидите показы этих запросов. И эти запросы могут оказаться для некоторых бизнесов жизненно необходимы. Где, например, только ключевое слово состоит из четырех или пяти слов. Такие бизнесы в основном присутствуют в сфере B2B и ориентация на эти запросы является жизненно необходимой. Также там всевозможные сферы анализов могут иметь действительно длинные запросы. Я думаю свои примеры вы накидаете в комментариях и это видео действительно будет полезно многим. Длиннохвостные запросы, напоминаю, собираем несколькими методами. Отлично годится сбор подсказок, шикарно работает конечно же это серпстат, ну и серч консоль, с которой вы вытягиваете вашу реальную статистику. Оригинальная ошибка, с которой сталкиваются семантисты, это не разговаривать с вашими клиентами. Причина, которая может действительно повлечь к переделыванию практически всего семантического ядра, является ключевой. Вы должны разговаривать с вашим клиентом. И я рекомендую делать как минимум три разговора в процессе сбора семантического ядра. Первый это до сбора составить матрицу материнских ключевых слов. Кто не знает, что такие материнские ключевые слова, посмотрите пожалуйста у меня в курсе есть ролик, в котором в курсе рассказываю про все термины. Материнскую семантику вы должны составить заранее каркас этих основных слов. Второе, что вы должны конечно же собрать, это тезаурус. Тезаурус это специальный словарь бизнеса, в котором учитываются термины, которые постоянно используются в этой сфере. Именно тезаурус позволит вам не вычеркнуть нужные слова. Тезаурус вы можете собрать разными способами, либо вам его предоставит клиент, постарается и заполнить, либо он вам даст реальные ссылки на эти словари в бизнесе. Либо конечно же вы можете взять топ 10 страниц конкурентов, выловить оттуда все уникальные слова и фактически из-за этого составить свой тезаурус. Второй разговор с клиентом нужно делать на этапе генерации подсказок. Когда вы генерируете только подсказки, но еще их не кластеризуете, они у вас в большом пуле, все слова которые подвергаются сомнению, но имеют высокий трафик и присутствуют в выдаче у конкурентов, однозначно следует обсудить. Причина, почему они могут быть исключены? Клиент может этим не заниматься. Вторая причина, клиент может объяснить, что так не ищут, что это другое, что это вообще другой термин и это слово попало даже конкуренту случайно. То есть из-за ошибок и вопрос оптимизации, либо потому что, допустим, вы продаете дизельные генераторы, а там вопрос по какой-то детали, которая четко касается бензиновых. И вот эти моменты нужно вычищать. Сразу вот вы видите, что это не то, то есть вот этом вам может действительно помочь клиент. Поэтому сырую семантику неплохо бы отправить клиенту и для удобства вытащить оттуда все уникальные слова. Это легко сделать через Key Collector и предоставить ему все уникальные слова, допустим, с какой-то длиной числа символов больше четырех. Это легко сделать тоже в Excel. И клиент посмотрит, скажет, ага, это мое, мое, не мое, мое, не мое, вы все не мое, просто выкидываете, все мое, оставляете. Ну и третий вариант, когда вы будете уже предоставлять результат по семантике, покажите, какие кластеры у вас получилось сделать, чтобы дать понять, будут ли эти разделы на сайте создаваться или нет. У меня иногда бывало, что целые разделы, как говорится, нужны, но не сейчас. И они уходили, там, допустим, на год, там, для того, чтобы подождать. Что, типа, мы через год к нему вернемся, пока на этом останавливаемся, то есть пока работаем с этими разделами. Поэтому три созвона — это оптимально перед тем, как вы сдадите готовую семантику, с которой будут работать специалисты. А какие специалисты, я уже говорил. Но здесь может быть и противоположная ошибка. Иногда это позволить клиенту выбирать ключевые слова. Если вы, допустим, предлагаете клиенту собрать вам первоначальные слова самостоятельно, он часто, не зная SEO, не зная особенностей, может накидать вам запросы, по которых будет либо слишком мало, либо эти запросы, он не понимает, что генерирует вообще другой интент. И гарантирую, что если вы сразу позволите клиенту собирать материнскую семантику, есть очень высокая вероятность, что вы будете ее дособирать, дособирать и дособирать. Потому что клиент будет думать, что, ага, так я же ему дал, он думал, он соберет дальше. Нет, вы изначально предлагаете первичный каркас, по которому вы будете собирать и страницы, по которым вы планируете делать. В противном случае, ваша оцененная семантика будет оценена слишком мало, а работать вы будете слишком много. И еще одна ошибка, с которой вы можете столкнуться, это не слушать голос маркетолога. Напоминаю, что в многих бизнесах этого человека попросту нет. Его роль выполняет настроенная аналитика с конверсиями, с отслеживаниями целей и подобными вещами. Не слышать голос разума бизнеса, это не понимать, какие запросы реально приносят деньги. И если сайт уже существует, у него есть какой-то трафик, есть какая-то конверсия, есть какие-то запросы, которые действительно генерируют продажи. Вокруг них и нужно строить семантику, а не просто то, что вам захотелось, то, что имеет много трафика или то, что может привлечь какую-то аудиторию. Нет, строите вашу семантику строго вокруг запросов, которые действительно дают конверсии. Ведь в противном случае, возможно, этот бизнес слаб в других нишах, слаб в других направлениях. И даже если туда придет пользователь, он будет выбирать другого клиента, другую сферу бизнеса. Поэтому игнорирование конверсии действительно может вовлечь к тому, что вы сделаете работу, продвинете сайт, у него даже может вырасти органика, но коэффициент конверсии прилично уйдет вниз, потому что как конвертили старые запросы, так они и конвертят, а в выдаче особо не поднялись. Поэтому, если вы выбираете, что продвигать в бизнесе, сосредоточьтесь на самых конверсионных запросах и постарайтесь вокруг них выстроить всю свою работу. Давайте ради примера посмотрим, что вы продвигаете магазин одежды. В нем есть раздел обувь, но при этом клиент прекрасно продает там теннисные ботинки, там теннисные кроссовки, то есть кроссовки для тенниса. У него они прекрасно продаются, но при этом все остальное продается плохо при должной посещаемости. Но именно эта сфера продается хорошо. Вокруг чего строить контент? Что лучше улучшать? Вы видите, допустим, по статистике контекстной рекламы, что обувь по этому запросу конверсии нет, но по запросу ты не знай ботинки конверсия есть. Оптимальный вариант, конечно, чтобы контекстник подкинул вам больше информации, прогнал другие категории, потому что скорее всего в категориях кроется, говорится, секрет Польшинеля, что дает продажи, а страничку обувь особо не продвигать. Нет смысла строить на нее какой-то контент, строить на нее ссылки, я бы строил как раз бы на эти теннисные ботинки. Тот же фокус кроется и с запросами, которые являются длиннее. Например, запрос ремонт стиральных машин и ремонт стиральных машин Одессы. Это два запроса, у которых разный трафик. Ремонт стиральных машин имеет больше трафика вроде бы, чем второй, но на самом деле конверсию имеет второй запрос, чем первый. И даже ремонт стиралок, который может иметь даже больше трафика. Ремонт стиральных машин Одессы, запрос состоит из четырех слов, дает больше продаж. Следующая ошибка – это непонимание, как читать анализ выдачи. Когда вы собираете семантическое ядро, вы по-любому должны смотреть, что вы видите в выдаче. Какие запросы встречаются в выдаче, по каким критериям. Здесь шикарно работает серпстат. Я все жду, что они внедрят генерирование метрик исключительно по каким-то критериям, где ты запихиваешь ключи и получаешь к нему метрики. Да, я знаю, что есть работа по API и это действительно хорошо. С кей коллектором работает прекрасно. Зачем это вам нужно? Во-первых, запросы могут генерировать разные элементы выдачи. Перечислю самые ключевые, вокруг которых можно построить целую контент стратегию. Вариант первый – запросы, которые генерируют контекстную рекламу. Ведь если они генерируют контекстную рекламу, скорее всего, это коммерчески значимые запросы. И если их разделить действительно по типам страниц, которые встречаются в контексте, можно действительно оценить, к какому кластеру они будут принадлежать и какой контент на них должен быть. Второй вариант – если это запросы, которые генерируют показ товарной рекламы. Скорее всего, эти запросы с определенной долей вероятности нужны для категорий, либо для отдельных товаров. Если в товарной матрице встречаются разные товары, скорее всего, это категорийная страничка. Если же встречается один и тот же товар, значит, товарная страничка и ей нужно уделить тоже внимание. Теперь в выдаче могут встречаться так называемый расширенный сниппет. Расширенный сниппет – это такое большое определение, либо таблица, либо список, которые показывают фактически уже на первом элементе какой-то сайт и дают ответ сразу пользователю. Под этим элементом часто могут появляться такой блок «Похожие вопросы», либо по-английски «People also ask». Эта гармошка может быть бесконечной. При каждом разворачивании этого элемента гармошки вы видите появляющееся все большее и большее количество вопросов. Да, здесь нужно тоже понимать, что такие запросы максимально выгодны и их нужно тоже спарсить. Спарсить поисковые вопросы научились мы. Существуют и другие тулы, но мы научились их вылавливать, парсить и даже собирать по ним ответы. Первоначальные вопросы можно, конечно же, спарсить в том же серпстат. Ну и, конечно же, перейдем, какие еще элементы выдачи максимально значимы – это видео. Наличие видео гарантирует вас в том, что вы можете продвинуться, не продвигая свой сайт, а просто создав YouTube контент. Если вы видите, что встречается по этим запросам видео, создавайте видео и пристроитесь рядышком с другим видео. Но если есть вопросы, на которые видео еще никто не выпустил, гарантированно снятое видео может показаться в элементе видео буквально на следующий день. Мы проверяли оба варианта и оба варианта работают. Поэтому вариант один – если есть видео, снимаете свое видео по тем же ключам, с тем же заголовком и вклиниваетесь рядышком возле этого видео и вы в топ-10. Делайте ссылочку на это видео на релевантной страничке и получаете еще и буст сайта. Во-вторых, если видео нет вообще в выдаче, но контент строго вопросительный, снимаете видео, которое по факту повторяет чью-то статью, которая может даже находиться в топе, но рассказывает это более свежо, более интересно. Следующая ошибка, с которой сталкиваются семантисты – это непонимание регионального рынка. Следует понимать, что в разных регионах некоторые запросы гуглятся по-разному. Где-то упоминаются названия местных регионов, где-то целое слово вообще может называться иначе. Существуют особенности диалектов, переводов. С английским языком любой, кто продвигает буш-сегмент, может подтвердить мне прямо в комментариях, что определенные вещи называются даже по-разному. Газировка и содовая – это же банальный пример. У них это тоже, как пример, что в разных регионах один и тот же напиток называют по-разному. Свои примеры можете накидать, конечно же, в комментариях. В Украине, например, вы можете столкнуться с тем, что некоторые запросы часто запрашиваются как на русском, так и на украинском. Но из-за того, что особенности написания этих слов выглядят примерно одинаково, и более того, у нас популярен суржик, некоторые запросы выглядят просто максимально неправильно. Но так спрашивают. И с этим нужно мириться при сборе семантического ядра. Поэтому многие жаргонные термины, жаргонные вопросы нужно учитывать. Итого, у нас есть регионально зависимые слова, жаргоны и определенные идиомы, которые популярны при формировании поискового запроса. Все это вам нужно учитывать при сборе семантики. Как это делать? Нужно хорошо действительно знать язык, на котором собираете семантическое ядро. Я, например, никогда в жизни не смогу собрать вот так вот машинально-семантическое ядро на еврите или на немецком языке. В силу того, что я их просто не знаю. Немецкий знаю плохо, еврит не знаю вообще. Плохо это значит, что я знаю от силы 10 слов по памяти. Поэтому оптимальный вариант, что если вы столкнетесь с сбором семантического ядра на языке, который вы не знаете, я не уверен, что у вас это получится. Следующая ошибка, с которой сталкиваться при сборе семантического ядра, это игнорирование конкурентов в выдаче и конкуренции ключевого слова. Какой толк для продвижения, если вы собрали семантическое ядро и вы отметите те слова, где в выдаче находятся сайты, которых вам никогда не победить? Брайан Дин проводил масштабное исследование и показал, что первое место от второго места отличается количеством ссылок, увеличенное в три раза. То есть первый сайт от второго имеет в три раза больше ссылок. Вы сможете победить крупных сайтов, которые находятся в первой тройке, тоже в гугле, если это какие-то крупные агрегаторы. Если там находятся такие агрегаторы в топе выдачи, есть очень высокая вероятность, что вам их не победить. Поэтому для продвижения вы эти страницы можете не затачивать и понимать, что с этих запросов вы скорее всего трафик не получите. Детально собирать семантику для них я также не рекомендую. Почему? Потому что вы по ним никогда не получите, или топ в выдаче. Но при этом по другим запросам, где конкуренция слабее, у вас есть шанс, у вас есть возможность. И более того, конкуренция ключевого слова – это действительно очень важный фактор. Где ее измерить? Конкуренцию ключевых слов я измеряю тремя способами. Первый способ – это, конечно же, серпстат. В серпстате я могу проверить конкуренцию ключевых слов, это не требует никаких усилий. Вариант номер два. Я беру и смотрю эту же конкуренцию в таком сервисе, как Ahrefs. Он делает то же самое, показывает ее просто считая по своим внутренним метрикам. Третий метод чуть сложнее, он требует немножко попотеть, но суть следующая. Я беру ключевое слово, смотрю, какие домены присутствуют в выдаче, считаю, сколько доменов у каждого из них в выдаче и по определенным коэффициентам высчитываю, сколько нужно доменов для продвижения этого ключевого слова хотя бы в топ-3. Все очень просто, я беру данные с Ahrefs.batch-анализ по доменам, делаю это все в одной единой таблице, каждому домену прописываю напротив, сколько он имеет доменов внешних ссылок, его доменный рейтинг для удобства сразу подставляю и при помощи простых формул высчитываю, сколько мне нужно доменов для того, чтобы именно это ключевое слово продвинулось. Потом, когда я беру семантику, я смотрю напротив каждого значения в доменах слов и легко отмечаю, какое из них является высококонкурентным, какое низкоконкурентным. Обычно, если вам нужно 10 доменов для продвижения одного слова, это явно низкоконкурентное слово, с которым вам легко будет работать. Но семантика собрана, успешно отдана в работу и какие же еще ошибки могут быть? Конечно же, это неправильная работа с самим семантическим ядром. Напоминаю, что семантическое ядро – это по факту два документа. Первый документ – это набор ключевых слов, второй документ – это выдача по этим ключевым словам. И по ним нужно сгенерировать третий документ – это техническое задание копирайтеру на адаптацию контента. И здесь нужно действительно учитывать интент, стройничек выдачи, кто там конкретно находится и четко слова распределить по тому, где они будут находиться. Что будет заголовком? Что будет вопросом? Какие слова нужно просто размазать, разбив их на отдельные словечки и разбросав по контенту? А какие нужно будет использовать в той форме, в которой они используются? Именно это делается благодаря выдаче. И самая грубая ошибка, с которой мы сталкивались – это игнорирование вот этого пункта. Когда просто отправится семантическое ядро к копирайтеру, не понимая, что это будет, он пишет простыню, простыню передают контент-менеджеру, контент-менеджер смотрит, куда это вставить, вставляет это вниз к категорийной странице, где нужно было сделать более аккуратный вопрос и ответить на самые популярные вопросы, к примеру, потому что так конкуренты делают и у них это в топе. И в итоге вы получаете страничку на задворках выдачи. Это самая такая популярная ошибка. Вторая действительно ошибка, связанная с написанием контента – это непонимание, какой будет заголовок и что будет являться ключевым пунктом вашего контента на вашей странице. Если, допустим, копирайтер знает, вот допустим, сколько ему надо контента, где какой должен быть в блоке, но ему не сказали, какие заголовки нужно брать и он не понимает, какие заголовки нужно учесть. Почему? Потому что он не смотрел конкурентом, не смотрел, что пишут они. Он может расположить их не всегда корректно, выбрать ненужные и еще хуже выбрать повторяющиеся. Хороший копирайтер прекрасно пойдет, посмотрит файл выдачи, посмотрит, что находится в выдаче, поймет, какие заголовки использовать лучше всего и на какой контент нужно ответить, представив компанию в выгодном свете. Но, конечно, в компаниях, в нашем сегменте находятся такие особые копирайтеры, которые вставляют ключевые слова двумя способами. Первым способом они просто берут ваше слово и вставляют его как есть, не меняя даже порядок. И берут вот каждое слово с семантики, которое вы предоставили и вставляют просто в контенте. В итоге недостающие количество букв для того, чтобы уменьшить спамность добивают водой и делают, как говорится, сложно подчиненные предложения, которые выглядят в стиле. Ошибки в семантическом ядре делает каждый, это действительно сложно, ведь потому что ошибиться при сборке семантического ядра можно в любой момент, поэтому вы должны посмотреть это видео по ошибкам семантического ядра прямо сейчас, видео будет доступно по ссылке. Это яркий пример, как пишут такие копирайтеры. Поэтому здесь для того, чтобы не попасться на эту удочку, копирайтеры должны показать, как они умеют писать тексты. И если вы увидите подобную чушь, с этим копирайтером я рекомендую не работать. Если это он показал при собеседовании в портфолио как лучшую работу, поверьте мне, напишет он хуже. Второй вариант, менее такой заметный, но он тоже присутствует. Это когда копирайтер берет и просто старается вставить как можно больше слов туда, где это не нужно. И когда вроде бы читабельное предложение, но слово просто вставлено и там, где его быть не должно для того, чтобы догнать процентность ключевых слов. Математически поисковую систему сейчас обмануть стало сложнее. У гугла апдейт текстовый уже имел несколько, говорится, итераций. Ранкбрейн, потом идет Берт, а потом сейчас вышел Гугл мам. Фактически искусственная нейросеть, которая определяет какой контент является релевантным, какой нет, развивается быстрее, чем технологии копирайтеров. А технологии этих копирайтеров устарели на много лет назад, когда поисковая система действительно учитывала вхождение ключевых слов. Ведь первоначально все ключевые слова пихали в Tech Keyword. Tech Keyword приказал долго жить, сказали, что будут учитываться ключевые слова в Description и все пихали их туда. После того, как Description приказал долго жить и Google сказал, что мы будем учитывать ключевые слова в контенте, все начали писать ключевые слова в контент. Уже эти шутки не работают. Нужно уметь писать контент действительно по определенным требованиям. А требования вы можете выловить по его методам аранжирования сайтов в Google. Смотрите, как молодые сайты занимают топ. Если молодой сайт вылез в топ, политический фактор у него минимальный. Скорее всего, у него очень хороший контент. Ну и последняя ошибка, которая происходит при написании контента, это неверная разбивка запросов по их типам. Некоторые запросы действительно на них просятся, там, таблица. На некоторые запросы просятся какой-то абзац ответа. А на некоторые запросы требуется делать списки. И последняя ошибка, это непонимание, к какому типу относится тот или иной запрос в вашем кластере. Ведь в кластере может находиться коммерческий запрос, запрос, который по идее Индии имеет в себе интент таблички, какой-то отвечает за список, какой-то отвечает за короткий ответ какой-то, отвечает за расширенный ответ. И все эти запросы нужно уметь распределить при создании технического задания к копирайтеру. Здесь многие допускают ошибку, что начинают эти запросы, которые распределены по типам, раскидывать на отдельной странице. Но конкуренты, которые находятся в топ-1, топ-3 этого не делают и уделяют действительно этим небольшие абзацы контента и прекрасно по ним аранжируются. Старайтесь следить за этим моментом, когда вы прорабатываете техническое задание, по собранному кластеру. Не пытайтесь его сверхсильно разделять, не пытайтесь перепутать интент каждого запроса. То есть в рамках кластера у вас тоже может различаться интент у каждого запроса. Что-то просится в заголовок, что-то просится в ответ на вопрос, что-то просится в заголовок таблицы, которая будет вывалена прямо у вас в контенте. Поэтому смотрите, какие запросы вы насобирали в каждый кластер и составляйте техническое задание копирайтера. Итого, для того чтобы собирать семантическое ядро, вам нужно просто не допускать вот список этих ошибок. Ошибочки на самом деле популярны, с ними я еще сталкивался, но самое главное вы должны знать ключевую ошибку. Собирайте семантическое ядро там, где вам проще его будет дорабатывать. На сегодняшний день я не нашел никакого другого мощного инструмента, как KeyCollector. По одной простой причине, в Excel вы не сможете найти дубль контента. Более того, вы не сможете в Excel фактически работать с выдачей. Мы сейчас хотим сделать собственный KeyCollector. KeyCollector это наш кластеризатор. Он будет уметь делать все, что умеет делать KeyCollector только в вебе. Когда он будет, мы вам обязательно сообщим. Поэтому не забывайте следить за нашими обновлениями и с удовольствием, конечно же, мы поделимся с вами информацией, как только он выйдет на этом YouTube канале. Поэтому раз вы посмотрели это видео, подпишитесь на наш канал, если вы этого до сих пор не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы не упускать полезные видео, а также задавайте вопросы в комментариях, на которые я всегда отвечаю. Если же вам нравится еще формат аудио подкастов, у нас есть они тоже. Ссылочки находятся в описании под этим видео. Ну и конечно же, вы можете всегда задать мне вопрос в прямом эфире на наших вебинарах по четвергам. Всем спасибо и пока-пока.